И сегодня хотела бы начать доклад свой с роли таргетной терапии в лечении пациентов меланомой кожи. Мы все понимаем, все и в регионах, и все онкологи уже знают, что назначение адъювантной лекарственной терапии назначается при второй В, второй С стадии, третьей стадии и четвертой стадии с удаленными всеми метастатическими лимфоузлами. И мы понимаем, что категорически недопустимо назначение химиотерапии в адъювантном режиме. Как и при всех солидных опухолях, основными задачами адъювантной терапии является радикация минимально остаточных элементов опухоли, которые мы не можем определить визуально, не можем определить радиологически, и воздействие на которые максимально эффективной терапии позволяет снизить риск рецидива и метастазирования. Вторым постулатом является, конечно, баланс риска и пользы. Он должен всегда быть, потому что мы должны понимать, что у пациента у нас после хирургического лечения потенциально излеченные пациенты с хорошим общим статусом. И проведение нашей терапии не должно приводить к снижению качества жизни пациентов или к инвалидизации пациентов. Поэтому использование специальных алгоритмов, разработанных, тщательный мониторинг состояния контакта с пациентом и использование таблиц с модификациями дозы приводит к более безопасному применению адъювантной терапии. И, конечно, креугольным камням всех видов терапии это является цель увеличения выживаемости. Недавно произошли изменения в классификации ТНМ. Они касались в основном толщины опухоли, которые привели к разделению категории Т1А на две подкатегории. Т1А – это пациенты с толщиной опухоли менее 0,8 мм без извязления. А Т1Б – это более 0,8 мм до 1 мм или без извязления. Или те же пациенты с опухоли менее 0,8 мм, но с извязлением. И мы видим, что разделение по категории ТНМ подкатегории приводит к значительной вариабельности выживания данных пациентов. Мы видим, что у пациентов уже 100-100 опухоли более 4 мм. Десятилетняя выживаемость снижает уже на 25%. Далее произошли изменения с возникновением категории, подкатегории Н1С, Н2С, Н3С. Мы видим, насколько вариабельна выживаемость, если пациентов разделить на эти подкатегории. Мы видим, что пациенты с Н1А подкатегории живут в 2 раза дольше, показатель десятилетней выживаемости в 2 раза выше, чем пациенты подкатегории Н3С. В связи с данными изменениями в классификации появилась новая подстадия третьей стадии, это третья Д-стадия. Мы видим, если и раньше в классификации ТНМ были третья А, третья Б и третья С-стадия, то при классификации ТНМ-8 возникла 3D-стадия, которая является самой неблагоприятной ближе к четвертой стадии и имеет самую неблагоприятную десятилетнюю выживаемость почти 4 раза ниже по сравнению с третьей стадией. И таким образом, какие пациенты являются кандидатами для адъювантного лечения, а кто является обладателем меланомы высокого риска. Как мы видим, здесь показатели выживаемости третьей С-стадии даже несколько более благоприятны и лучше, чем пациенты со второй Б и второй С-стадии. В итоге кандидатами являются пациенты со второй Б, второй С-стадии, третьей стадии. Конечно, в правильном стадировании для использования классификации ТНМ-8 необходимым пунктом является выполнение сигнального лимфатического узла. Если в регионах или в других учреждениях не проводится данная процедура, то это должно быть решением отправки этого пациента в федеральные центры или те центры, где возможно выполнить данную процедуру. Потому что без выполнения биописи сигнального лимфаузла стадирование невозможно, оттуда следует неправильное лечение. И тут мы должны понимать важность мультидисциплинарной команды, важность связи между хирургом, химиотерапевтом, диагностом и, конечно, высококлассным патоморфологом, наличием высококлассного оборудования для возможности выполнения тончайших срезов, как первичной опухоли, так и сигнальных лимфоузлов. Мы видим, что на втором снимке наличие микрометастазов, которые позволяют говорить, что данная биопсия сигнального лимфоузла оказалась положительной. И следственно возникает вопрос, при обнаружении микрометастазов в сигнальных лимфоузлах необходимо ли выполнение полной лимфоденоктомии. И было выявлено на основании двух исследований третьей фазы, что выполнение полной лимфоденоктомии после биопсии сигнального лимфоузла не обладает преимуществом и не приводит к увеличению как общей выживаемости, так и безрецидивной выживаемости по сравнению с наблюдением. И мы должны понимать, что хирургическое лечение лимфоденоктомии может приводить к хирургическим осложнениям, такие как лимфорея, таким как длительное незаживление швов, что может привести к отсрочке того эффективного лечения, которое бы необходимо было бы пациенту. На данном слайде все ключевые исследования третьей фазы, на основании которых и были сформированы настоящие современные рекомендации, американские, европейские, российские рекомендации. И что касается пациентов с мутированной меланомой, с бравмутацией, на основании каких исследований, какая безрецидивная выживаемость, данные пациента были включены в исследование таргетной терапии в адъювантном режиме, в исследовании КИНО-67, это изучение ПЕМБРА или ЗУМАБА в адъювантном режиме, в исследовании НИВАЛУМАБА, в исследовании ЧЕКМЕЙ-238, мы видим, что временные промежутки, одногодичные, двухлетние, трехлетние, сопоставимы в этих исследованиях у пациентов с бравмутацией. И в последнее время появились данные исследования ИМУНЕТ, это исследование, в которое включались пациенты только с четвертой стадии, но после удаления всех метастатических очагов, небольшое исследование. Но мы видим, что бравмутерный пациент значимо лучше отвечает на лечение, но данная комбинация еще не зарегистрирована, исследование продолжается. И хотела бы более подробно остановиться таргетной терапией. В настоящее время имеются данные изучения таргетной терапии, в адъювантном режиме это комбинированная терапия доброфенибом с траметинем на основании исследования КОМБИАДЭ. Она зарегистрирована и прописана в рекомендациях лечения пациентов с меланомой. И проводилось исследование БРИМ-8, где изучался веморофениб как монорежим брав ингибиторов в адъювантном режиме. Однако некоторые данные оказались негативными. Что же было негативное? То, что выявилось, что безрецидивная выживаемость у пациентов с третьей стадии назначения веморофениба не обладала преимуществом по сравнению с плацебо. Да, отмечалось некоторое преимущество в более ранних стадиях. Это вторая, третья, B стадия. Мы видим, что двухлетнее время без прогрессирования несколько выше, что на 16% по сравнению с плацебо. Но пока данный режим не используется в адъювантном режиме. И одно из основных исследований – это исследование КОМБИ-АД. Это адъювантная терапия доброфенибом с траметинебом у пациентов с меланомой кожи в третьей стадии, с наличием брав мутации. Включались пациенты с третьей А, третьей Б, третьей С стадии, мутированные. Обязательным условием было хирургическое лечение ранее, чем за 12 недель до рандомизации, и не получавшие системной терапии. Все пациенты были рандомизированы в две группы, большие две группы. Первая группа – это 438 пациентов, которым назначалась таргетная терапия в стандартных дозах – доброфениба и траметиниба. Вторая группа – это группа 432 пациента, включала, и назначались два соответствующих плацебо. Лечение продолжалось 12 месяцев. За пациентами наблюдали 44 месяца, и наблюдение продолжается до сих пор. Первичной точкой исследования являлась безрецидивная выживаемость. Характеристики пациентов в обеих группах были хорошо сбалансированы. Мы видим, что средний возраст был и там, и там 50 лет. В основном чаще у пациентов встречалась мутация В600Е, что закономерно, и в основном больше процентов относился к 3-й В, к 3-й С стадии. И какие же были получены результаты? На данном слайде мы видим результаты безрецидивной выживаемости. Мы видим, что основной эффект пациентов получали в течение первого года. Мы видим амплитуду разниц кривых – 32%. Далее отмечается некоторое снижение, но, несмотря на это, каждый второй пациент доживал до 4 лет без признаков рецидива. Далее была рассчитана безрецидивная выживаемость по подстадиям 3-й стадии. Мы видим, что при 3-й А стадии более благоприятная разность амплитуды кривых невысокая – 7%. При 3-й В стадии разница несколько увеличивается – 19% уже между кривыми. До 4-х лет без рецидива доживало 56% пациентов. При 3-й стадии кривая все снижается. Уже каждый второй пациент доживал до 4-х лет без прогрессирования. Но это тоже хороший результат. Мы видим, что основной разрыв, большой разрыв 44% – это первый год. То есть это как раз те пациенты, которые нуждаются в лекарственной терапии, они действительно у них работают. Здесь мы видим 3-я В и 3-я С стадия вместе. Далее при внедрении изменения в классификацию ТНМ-8 был произведен перерасчет на новые подкатегории. Мы видим, что действительно категория 3-й В стадии оказалась самой неблагоприятной. И мы видим, насколько велик разрыв между естественной эволюцией опухоли, мы видим группа плацебо, и влияние таргетной терапии на данную когорту пациентов. Несмотря на то, что они обладали самым неблагоприятным прогнозом, 4-х летняя выживаемость все-таки была высокая с амплитудой разницы 25%. При мультифакторном анализе было выявлено, что во всех подгруппах, независимо от мутации, типа мутации, пола, возраста, стадии, наличия микрометастазов, мукузлов, преимущество доброфениба с траметенибом было несомненно. Что касается безметократической выживаемости, то здесь тоже мы видим выигрыш в назначении адъювантной таргетной терапии. Мы видим, что 4-х летняя выживаемость, безметастатическая выживаемость достигала 67% по сравнению с 56% у пациентов в группе плацебо. И в настоящее время доступны данные общей выживаемости. Мы видим, что 3-х летней выживаемости, что, конечно, общая выживаемость 3-х летней, 8,6% – это достаточно потрясающий результат. Однако мы видим, что кривая в группе плацебо тоже неплохая, и 3-х летняя выживаемость достигает 77%. Но мы должны понимать, что в этой группе пациенты после прогрессирования процесса также им назначалась таргетная терапия, также им назначалась иммунная терапия. Что касается безопасности в исследовании комби-АД, мы все понимаем, что таргетная терапия обладает своеобразной токсичностью. В основном токсичность возникает первые 2-3 месяца. Использование специальных алгоритмов позволяет пережить этот временной промежуток, и далее токсичность не проявляется, то есть пациент привыкает к лечению. Однако мы видим, что каждому третьему пациенту пришлось редуцировать дозу. Но мы помним, что редуцирование дозы препаратов не влияет на эффективность лечения. И в заключении данного исследования было выявлено, что комбинация адаброфениб с траметинибом значительно уменьшает риск рецидива. И на основании этого исследования данная комбинация зарегистрирована в адъюантной терапии у пациентов с третьей стадии. И мы видим, что на данных графиках безрецидивной выживаемости... Безрецидивной выживаемости... Так, где этот график? Сейчас я вам покажу. Здесь трехлетняя выживаемость, 59% четырехлетняя выживаемость, 54% образуется некоторое плато. И отсюда возникает предположение. А если не прекращать терапию после 12 месяцев, а продолжить еще некоторое время, 2 года, 3 года, может данная кривая не будет так снижаться, и, возможно, показатели могут улучшиться. Что касается адъюантной терапии и влияния на качество жизни пациентов, то есть второй постулат адъюантной терапии, мы видим, что, да, использование таргетной иммунотерапии не влияет на качество жизни пациентов. Поэтому использование данной терапии под мониторингом лечащих врачей, конечно, является безопасным. Данный слайд показывает о всех возможностях адъюантной терапии при меланоме третьей стадии. Мы видим, что если пациенты с третьей стадии не получали никакого лечения адъюантного, то пятилетний риск рецидива достигает 70%, а пятилетний риск смерти – 45%. И мы видим, что использование таргетной терапии доброфенипстрометинивом снижает этот риск на 50% как риска рецидива, так и риска смерти пятилетних показателей. И данные, все эти данные, исследования отражены в российских рекомендациях, которые везде есть, на всех сайтах, на сайте Росминздрава и являются настольными для всех наших онкологов страны. И мы видим, что здесь вторая Б, вторая С стадия также являются кандидатами для назначения адъюантной терапии, а именно интерферона альфа. Он все-таки совсем не исчез с наших рекомендаций и является даже альтернативой при отсутствии оптимальных режимов. При третьей А стадии, сбрав мутации, мы должны назначать доброфенипстрометинибом или иммунотерапию. При диком типе БРАФ третья стадия иммунотерапии пембролизумабом. При третьей Б, С и Д стадии с мутацией БРАФ мы должны назначать доброфенипстрометинибом либо иммунотерапию. При третьей Б, третьей С, Д стадии с диким типом иммунотерапии пембролизумабом неволумаба. И появилась четвертая стадия после удаления психирургических метастатических очагов назначения неволумаба. Мы должны понимать, что, конечно, назначения оптимальных режимов, на то они оптимальные режимы, они должны повсеместно заменяться интерфероном, потому что показатели эффективности, как безрецидивные общие уживаемости, конечно, у интерферона намного уступают, чем таргетная иммунотерапия. По возможности необходимо назначать и те комбинации, которые указаны в столбце оптимальных режимов. Хотела бы рассказать один клинический случай, это пациент 53 лет. В марте прошлого года отметил увеличение имеющегося пигментного образования, появление экзофитного компонента, появление извязления, изменение цвета, выполнен мазок отпечаток. Сологическое исследование показало, что это меланома, клетки меланомы. Хотела бы добавить, что при обширных распространениях меланомы, биопсии, панч-биопсия, кор-биопсия, как выяснилось, возможно ее выполнять, и она не ухудшает выживаемость. У нас был выполнен мазок отпечаток и выполнено полное обследование внутренних органов головного мозга. Метастазов не было выявлено, и следствие МАИ выполнили сечение этого образования с интероперационной фото-динамической терапией с гипертермией и биопсией сигнального лимфозла одновременно. Гистологическое исследование нам показало, что данное образование является изъязленным, толщина 9 мм, с наличием единичного сателлита подкожно-жировой клетчатки 1 мм, это уже 11 стадия, лимфоузел оказался без метастаза. В итоге пациенту был выставлен диагноз меланома кожи передней грудной стенки, Т4Б, учитывая толщину опухоли и изъязление, Н1С, учитывая наличие сателлита, и у пациента в итоге оказалась третья С стадия с наличием БРАФ-мутации. Мы видим в правой половине слайда, что пациенты с третьей С стадии характеризуются 10-летней выживаемостью 60%, то есть неблагоприятная группа пациентов, поэтому пациенту назначена была таргетная терапия доброфенибом с трамитинибом в стандартных дозах. Пациент в настоящее время продолжает терапию, переносит без выраженных нежелательных явлений и без признаков прогрессирования. И в следствии возникает вопрос, есть ли при метастатической меланомии у пациентов с БРАФ-мутацией возможно ориентироваться при выборе таргетной или иммунотерапии на наличие висцерального криза, на опухолевую массу, что делать в адъювантном режиме, когда у пациентов нет ни опухолевой массы, ни висцерального криза. Какие причины могут помочь нам опираться для выбора терапии? Возможно, это экспрессии ПДЛ-1, другие молекулярно-генетические аспекты. Например, в исследовании КИНОД-54 и ЧЕКМЕЙ-238 у пациентов с позитивным ПДЛ-статусом. Мы видим, что значительно высокие показатели эффективности, графики, конечно, не достигают еще медианы. И если мы визуально представим, что мы продолжим эти графики, то, конечно, они будут выше, чем график на таргетной терапии. Поэтому, возможно, если мы понимаем, что пациенты с иммунотерапией, пациенты могут иметь первичную резистентность к иммунотерапии, а к таргетной терапии приобретенной, то мы должны понимать, что 50-60% уже у пациентов имеется первичная резистентность. И в рекомендации НССН 2020 года уже есть такие моменты, что возможно выполнение ПДЛ-1 для возможности отбора пациентов на иммуно- или таргетную терапию. То есть если у пациентов будет высокий ПДЛ-1, то скорее мы назначим иммунотерапию. Если ПДЛ низкий, то, конечно, таргетную терапию. И все те ступени или принципы, причины, обуславливающие первичную резистентность к иммунотерапии, это низкая иммуногенность опухоли. То есть при низкой иммуногенности, при низкой опухолевой нагрузке иммунотерапия менее эффективна. При низкой сигнальной активности, при отсутствии ТЛ-лимпоцитов, возможно, эти маркеры стоит посмотреть или изучить, уже направив на таргетную терапию. В исследовании комби-АД были изучены влияния опухолевой нагрузки и экспрессии интерфероногаммы. Мы видим, что те пациенты, у которых была выявлена высокая экспрессия интерфероногаммы, отмечали намного лучше, чем пациенты с низкой экспрессией интерфероногаммы. Что касается опухолевой нагрузки, то мы видим, что пациенты с низкой опухолевой нагрузки статистически значимо лучше отвечали, чем пациенты с высокой опухолевой нагрузкой. И мы знаем, что пациенты с высокой опухолевой нагрузкой лучше отвечают на иммунотерапию. И все те маркеры, которые изучаются в иммуноонкологии, связи с эффективностью, мы видим, что да, есть отрицательные клинические исходы, корреляции. То есть отрицательный может как раз рассмотреть эти маркеры для таргетной терапии. Может, для таргетной терапии они окажутся положительными. Какие еще возможны причины, влияющие на выбор адъювантной терапии? Это, конечно, сопутствующая патология. Мы должны понимать, что пациенты с тяжелой сопутствующей сердечной патологией, с тяжелыми нарушениями зрения, конечно, они являются не кандидатами для таргетной терапии, потому что использование таргетной терапии, особенно мега-ингибиторов, возможно, повлияет на ухудшение зрения, ухудшение сердечно-сосудистой патологии. А те пациенты, у которых имеются серьезные аутоиммунные заболевания, которым жизненно необходимо использование больших доз кортикостероидов, они не являются кандидатами для иммунотерапии. Поэтому это тоже может повлиять на выбор терапии в адъювантном режиме. Следующим пунктом может быть токсичность терапии. Мы должны понимать, что основной вал токсичности при использовании таргетной терапии происходит в начале лечения. Конечно, он более подходит для молодых пациентов, потому что, пережив этот вал токсичности, далее токсичность не усиливается и не повторяется, и легче ее перенести молодым людям более благополучно. Тогда как должны понимать, что иммуноопосредованные осложнения, которые могут возникать срочно и которые могут потребовать значения больших доз кортикостероидов, могут влиять на гормональный фон пациентов, на эндокринологический фон пациентов и приводить к иммуноопосредованным осложнениям, которые могут длиться очень долго. Это тоже может повлиять на выбор лечения. Ну и, конечно, удобство применения препаратов. Мы должны понимать, что, например, в настоящее время, учитывая эпидемиологическую обстановку, амбулаторный прием, прием препаратов таблетированных дома более благоприятен, чем постоянная явка пациента в лечебное учреждение. Конечно, необходимо беседовать пациента. Во-первых, рассказывать о токсичности терапии, о желании пациента, что он хочет, это инфузионные формы или таблетированные формы. И, конечно, основным моментом в нашей стране, но, я думаю, не только у нас, это наличие препарата, который иногда не оставляет нам выбора, не оставляет нам выбора выбора какого-либо лечения. Что есть, то и мы и назначим. Ну, таким образом, хотела бы подытожить, что, да, эффективно адъювантная терапия должна назначаться всем пациентам со второй В, четвертыми стадиями заболевания после удаления всех метастатических очагов, использование максимально эффективной лекарственной терапии и, конечно, использование, выполнение биопсии сигнальных мебельных узлов является обязательным для адекватного стадирования, чтобы пациенты, те, которые нуждаются в адъювантной терапии, не оставались за борту. И использование алгоритмов, таблиц, доз, модификации, конечно, контактирование с пациентом вставит эту терапию на ступень безопасной терапии. То есть данное лечение, данная токсичность, легко купируемая, и данная терапия таргетная является безопасной для наших пациентов. И, конечно, необходимо обязательно информирование пациентов, тесный контакт, объяснение пациентов о возможных исходах и токсичности лечения. В заключение хотела бы пригласить всех на наш петербургский международный онкологический форум «Белые ночи», который состоится 25-28 июня этого года в совершенно новом формате, онлайн-формате. И мы бы хотели, конечно, встретиться со всеми вновь. Ну, свою тему я закончила. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова